Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. На сегодняшний день услуга онлайн восстановления данных становится все более актуальной и востребованной. Для удаленной работы в арсенале операционной системы Windows есть несколько встроенных стандартных утилит. Они помогут вам настрой дистанционное управление компьютером другого пользователя. С их помощью вы сможете помочь близким или друзьям решить проблему с их компьютером, в том числе и восстановлением данных. Но помимо удаленного доступа потребуется еще специальная программа для восстановления утерянных данных. В первую очередь вам нужно попасть на удаленный компьютер. Для этого нужно внести некоторые изменения в настройки системы на удаленном ПК. Откройте меню «Пуск», «Служебные приложения Windows», «Панель управления» или просто введите панель управления в поисковой строке. Здесь ищем элемент «Система», «Дополнительные параметры системы», вкладка «Удаленный доступ». Ставим отметку напротив «Разрешить подключение удаленного помощника к этому компьютеру» и «Разрешить удаленное подключение к этому компьютеру». Затем «Применить» и «Ок». Детальнее о том как настроить подключение к удаленному рабочему столу смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. Далее на компьютере, с которого будете подключаться к удаленному компьютеру нужно открыть окно подключения к удаленному рабочему столу из меню «Пуск», «Стандартный Windows», ввести IP адрес удаленного ПК и нажать «Подключить», «Указать имя пользователя», «Пароль». Удаленное подключение готово. Теперь остается скачать программу для восстановления утерянных данных и приступить к восстановлению. Следующий способ настроить удаленное подключение с помощью утилиты Microsoft Quick Assistant. Этот способ является одним из самых простых для подключения удаленного доступа через интернет. Это встроенные приложения, которые есть у всех версий Windows 10. Для начала работы приложение нужно запустить на обоих компьютера. Для этого откройте меню «Пуск», «Стандартные», «Быстрая помощь» или «Вести быстрая помощь в строке поиска». На своем ПК нажмите «Оказать помощь» и войдите в учетную запись Microsoft. На удаленном компьютере логиниться не обязательно. После этого вы получите код безопасности, который нужно будет ввести на удаленном ПК. Строк действия ключа 10 минут. На удаленном ПК нужно кликнуть «Получить помощь» и ввести этот код. Помните, что код нужно ввести в течение 10 минут, иначе его действие закончится. После ввода нужно подтвердить запрос на предоставление доступа, нажав «Разрешить». Удаленное подключение готово. Теперь остается скачать программу для восстановления утерянных данных и приступить к восстановлению. Также есть сторонние утилиты, которые помогут вам организовать удаленный доступ между компьютерами. Одной из самых известных программ является TeamView. Для начала работы необходимо скачать файл инсталляции с официального сайта этого проекта. Программу не обязательно устанавливать. Для разового использования удобнее будет использовать только запуск. Для регулярного использования лучше все же установить. После запуска выведите следующее окно. И чтобы подключиться на вашем ПК нужно ввести ID и пароль из окна на удаленном компьютере. интернет работает нормально в течение 10-30 секунд будет установлено подключение и вы сможете приступить к восстановлению данных. Для восстановления утерянной информации мы рекомендуем вам нашу утилиту Headman Partition Recovery. Программа просканирует ваш жесткий диск или внешне запоминающее устройство. Найдете утерянные данные и вы с легкостью сможете их восстановить. Скачайте, установите и запустите программу. Откройте диск на котором хранилась утерянная информация. Обратите внимание, что следует прекратить использование жесткого диска на котором находилась важная информация. а именно производить на него запись и установку программ. Также не рекомендуется переустанавливать систему, иначе данные будут утеряны в случае их перезаписи и вы не сможете их вернуть. В менеджере дисков выберите нужный диск, кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Сперва выполните быстрое сканирование, это займет меньше времени. Если в результате быстрого сканирования программа не нашла удаленные данные, выполните полное сканирование. Мастер восстановления данных немедленно просканирует выбранный том диска и отобразить результаты сканирования в правой части окна. По завершению сканирования вам нужно лишь отметить удаленные файлы, которые необходимо вернуть и нажать кнопку Восстановить, указать место куда сохранить данные и нажать Сохранить. Данная программа позволяет сделать образ диска и проводить восстановление данных с образа, что повышает шансы вернуть утерянную информацию, так как при множественном сканировании диска могут быть затерты данные. Вот так без особых усилий вы сможете подключиться к удаленному компьютеру через интернет и помочь восстановить данные вашим близким и друзьям. Вы можете использовать Hetman Partition Recovery в следующих случаях для восстановления файлов, утерянных в результате удаления, форматирования и пересоздания разделов диска, сбоя системы, вирусной атаки и других ситуаций потери данных. Восстановление данных с внутреннего и внешнего жесткого диска, USB, SD-карты памяти, камер и других устройств хранения. А также восстановить утерянные фотографии, видео, музыку, документы и другие типы файлов. А на этом все, надеюсь данная инструкция будет вам полезна. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.